Генеральный план Барнаула приняли год назад. Согласно ему, в городе оставалось две точки под застройку в районе Павловского тракта. За год их разобрали строительные компании. Землю пришлось выкупать за баснословные деньги. Но иначе организациям бы пришлось закрываться и тысячи людей могли потерять работу. У нас есть земельный участок. Он рассчитан на строительство в течение 10 лет. Да, действительно, есть необходимость формирования новых земельных участков, чем сегодня активно занимается муниципальная власть. Формируется так называемый банк земельных участков. Новых земель под застройку не осталось во многих крупных городах. И везде эту проблему решают похожим образом – точечной застройкой. В Барнауле это происходит в центре и на потоке. На месте ветхого и аварийного жилья строят новые высотки. Но этот процесс идет недостаточно быстро, несмотря на то, что он прописан в генплане. Городу требуется дополнительная свободная территория для размещения этого жилья. Генеральный план таких территорий не предусматривает. То есть он предусматривал освоение оставшихся свободных участков в районе Павловского тратка. Но по нашим расчетам, по темпам строительства, которые сложились в городе Барнауле, таких площадок у нас хватит на 2,5 года. Вопрос сам собой напрашивается, что требуется внесение изменений в генеральный план этой части. То есть предусмотреть свободные площадки для размещения квартирного жилья. Перспективных мест под застройку масса. Много лет предлагают поставить жилые комплексы на острове Помаскин. Полях недалеко от поселка Авиатор. Но проблема у этих участков одна. Отсутствие инфраструктуры. Чтобы начать строительство, необходимо подвести все сети. А это автоматически повышает цены на жилье. А денег в регионе и так нет. Вот застройщики и уходят. Все вместе начинать строительство как бы не могут. Наверное, кто-то не успел. Может быть, страхуются. Как говорится, все яйца в одну корзину не кладут. В разных регионах стройка. Ну и думаю, что одна из причин все-таки недостаточно, скажем так, богат наш край. Нефти нет, газа нет, угля нет. Варнаульские компании сейчас строят жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске. Там другая специфика рынка, говорят застройщики. И дома того класса комфорта, что строят у нас, популярностью пользоваться не будут. Удержать строительные компании в нашем регионе возможно. Но это дело правительства, края и властей города в том числе, уверены застройщики. Нужно две позиции развивать. Это чтобы наши люди зарабатывали больше. То есть обеспечивать работы, повышать заработную плату. Ну и вторая, это, конечно, возможности развития бизнеса. Это первое, что это земля, инфраструктура, на которой бизнес и застройщики могли развивать, строить вот эти объекты. Несмотря на недостаток площадей, в этом году планируют ввести в эксплуатацию 780 тысяч квадратов жилья. Но больше барнаульские компании теперь строят все же за пределами региона. Дарья Демиллер, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.